Доброе утро! В горах местами минус 1, минус 6 градусов. Черкесский облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 1, плюс 3 градуса. Сегодня день проектировщиков России. Этот праздник людей ответственной профессии, получившие народное признание. Проектирование подразумевает под собой процесс создания проекта будущего объекта и является одним из основных этапов строительства. Грамотно составленная документация станет точной инструкцией к действиям строительной бригады. Сэкономит и время, и бюджет заказчика. А современные компьютерные технологии в данной области заметно упростят работу. В Карачаево-Черкесии в преддверии зимнего горнолыжного сезона начались проверки горнолыжных курортов. Рабочая группа во главе с министром туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расулом Текеевым проверила соблюдение противоэпидемических мер в гостиницах поселка Домбай. Так проверили объекты временного проживания, гостиницы, хостелы, отели, гостевые дома. Также была проведена проверка общепита, кафе, ресторанов, баров. Основным, но уже менее выявляемым нарушением является сегодня отсутствие рециркуляторов, отметили члены комиссии. Также в ряде предприятий общепита в виде отсутствия запаса дезинфицирующих средств. По результатам рейда составлены административные материалы, которые далее будут переданы в Карачаевский городской федеральный суд, где будут рассмотрены по существу. В свою очередь владельцы гостиницы в Домбай сознательно относятся к указу руководителя региона и соблюдают все предписанные меры безопасности заселения в гостиницу всегда по паспорту. Вместе с ним постояльцы предъявляют сертификат о вакцинации или справку о том, что переболел коронавирусом, или же справку об отрицательном ПЦР-тесте. В следующем году республика отметит свое столетие со дня образования в рубрике «Наше наследие». Мы хотим рассказать вам о человеке, ставшем инициатором создания Карачаева-Черкесии, о революционере и ученом Умаре Алиеве. Материал Шерифат Левшоковой. Имя Умара Алиева прочно ассоциируется с революцией. Большевик и коммунист, лично знавший Ленина. Он был одним из первых, кто боролся за власть советов на Кавказе. Но Умар Алиев также основоположник Карачаева-Балкароведения, давший старт для дальнейшего изучения национального языкознания. Его память увековечили в парке Черкеска в ряду революционеров, пламенных борцов за советскую власть. Но как, имя Умара Алиева стало почти нарицательным в республике. В честь него названы улицы. В родном карчурте есть музей. А Карачаево-Черкесский университет по праву гордится тем, что носит имя просветителя. Человек незаурядного ума и способностей, Умар Алиев, родился в колыбели Карачае. Казалось, судьба мальчика из бедной семьи была предопределена. Пости скот и бороться за выживание. Но и таков был Умар. Лучший ученик начальной школы в 11 лет решается бежать из дома, чтобы продолжить учебу. Один по перевалам мальчик пешком дойдет до Нальчика, чтобы учиться в Медресе. Так начнется его взрослая самостоятельная жизнь. Умар Алиев изучит арабский, фарси, позже еще несколько языков, получит высшее духовное образование. С 17-летним юношей он начнет преподавать в Дагестане, затем в Татарстане, Грузии и Азербайджане. Везде он будет видеть беспросветную жизнь бедняков. Так в жизни Умара Алиева появятся марксистские кружки, знакомство с Кировом и Арджоникидзе. После 17-го года он будет бороться за установление новой власти на Кавказе, руководить отделом горцев при Наркомнации, а затем возглавит чрезвычайную комиссию. В 21-м году по инициативе Умара Алиева будет поднят вопрос о единой Карачаево-Черкесии. Получив поддержку населения, он возглавит делегацию на встрече с Лениным. Итогом станет декрет в ЦИК от 12 января о создании Карачаево-Черкесской автономной области. Но что узнают жители республики об этом памятном дне, да и о самом Умаре Алиеве. Соратник Ленина был во времена революции. Конституцию Российской Федерации вместе с Лениным он разрабатывал. Какой-то заслуженный человек нашей республики. Герой. Улицы же есть он у Морали. Герой войны. Видела где-то памятник, что-то такое. И так присмотрела, думаю, помню улицу такую. Человек незаурядных способностей. Умар Алиев стал автором больше 50 книг и статей. Его перу принадлежит историко-этнографический отчерк Нагая, Каранугае. Он исследует национальный вопрос и национальное просвещение на Северном Кавказе. Напишет историко-этнографический и культурно-экономический отчерк Карачай. В огромный труд в 300 страниц будут собраны важные сведения о географии Карачая, его покорении, бытой экономике. В своей книге у Моралиев поднимет и острый вопрос межнациональных отношений. По его мнению, проблема заключалась в стандартной политике царизма, стравливавшего народы Кавказа между собой. Много сил у Моралиев потратил в основании карачаевской лингвистической школы. Работал над созданием алфавита на основе латиницы. В 1928 году в Ростове выйдет его книга о принципах составления карачаево-балкарской грамматики. Чуть позже, в Кисловодске, он издаст карачаево-балкарскую грамматику. И еще десятки работ на эту тему. Остались неопубликованными его словари, а также диссертационно работа на соискании докторской степени по современной экономике Соединенных Штатов. Человек, преданный делу своей жизни, интеллектуал. В 1937-м Моралиев попал под жернова репрессий. В этот период он преподавал в Московском университете арабский язык. И карачаевский в студии ГИТИСа. Моралиев был арестован на своей подмосковной даче и через год расстрелян. Судьба человека, опередившего свое время в эпоху сталинизма, была предрешена. Шерифат Левшокова, Расул Гердеев, Вести Карачаева-Черкесия. В 1922 году в Карачаево-Черкесии выйдет в свет второй том «Сказок народов Карачаева-Черкесии». Он уже верстается и будет выпущен до конца текущего года. Сказки будут другие. Авторский коллектив другой. Орнаменты будут другие. Подготовлены небольшие иллюстрации. Тираж книг ожидается в 2000 экземпляров. Объемы останутся неизменными. Порядка 450 страниц. В создании сборника приняли участие редакторы национальных газет республики, сотрудники научно-исследовательского института, общественных организаций. Готовые издания будут переданы в общественные организации, библиотеки, детские сады и детские дома республики. В Министерстве по делам национальности республики отмечают, что изучение культуры других народов с детского возраста способствует добрососедским отношениям в регионе. Сегодня Всероссийский день самбо, что в переводе означает «самооборону без оружия». Это один из самых популярных в России видов единоборств. В каждом регионе страны есть своя история самбо, уникальная и неповторимая. Свои отцы и основатели, легенды традиций. Все, чем можно гордиться, что нужно показывать молодому поколению. Прекрасным поводом продемонстрировать все лучшее, что накоплено в самбо со дня его рождения, стал праздник 16 ноября. Достаточно было Всероссийской Федерации самбо совместно с Министерством спорта России провести в 2009 году первую акцию с участием 50 городов, как идею подхватили во всех уголках страны. И Всероссийский день самбо практически мгновенно стал популярным и привлекающим внимание. Корочаево-Черкесия не исключение. Наши республики немало тех, кто занимается этим видом спорта и показывает отличный результат. А в Чеченской республике свое мастерство демонстрировали тхэквондисты. В Грозном прошел чемпионат и первенство СКФО. Нашу республику на этих соревнованиях представили воспитанники известного тренера, президента Федерации тхэквондо, ГТФА, Корчаева-Черкесии Исхака Гачияева. На чемпионате выступили около 20 спортсменов и все вернулись в республику с медалями. И сегодня Исхак Ичияев и его воспитанники Алим Чаушев и Илеон Баков – гости нашей программы. С ними встретилась Белла Джезаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Исхак. Для начала, конечно, я хочу у тебя узнать, с кем ты сегодня к нам пришел. Это мои ученики. Уже Алим сколько занимается у меня? Алим. Алим и Илеон. Алим Чаушев. Илеон. Банов. Очень приятно. Ну, что касается тебя, Исхак, я очень давно, мы с тобой как-то не записывали, не встречались, и у нас давно не было эфира. Конечно, тут свои коррективы внесла и пандемия, понятное дело. Но я, знаешь, что хочу сказать, пусть это будет в лицо, но я считаю тебя тренером от Бога. Знаешь почему? Я была на твоих тренировках, я видела, с каким видом смотрят на тебя твои воспитанники. Несмотря на то, что ты суров, у тебя и кнут, и пряник. И, наверное, поэтому твои воспитанники приносят такие результаты. Сейчас у нас повод приятный. Вы побывали в Грозном, чемпионат и первенство СКФО под Хэквондо. Все дети, которых ты повез туда, все они вернули с медалями. Мне бы, конечно, хотелось узнать подробности. Какого достоинства медали, как все прошло, чем ты доволен, чем ты недоволен. Рассказывай. Ну, были моменты, конечно, чуть-чуть и это. У нас не все вот такие, которые давно уже тренируются. Есть, которые ездили, которые первый раз едут на соревнования. Были и такие. Вот. И, конечно, у них чуть-чуть у многих. Может, хотели лучше, но чуть плохо получилось. Ну, третье место тоже ничего. Конечно. Они хотели больше, наверное. Тут тренировались мы, готовились. Сколько детей ты повез? Повез 17 детей. И у всех медали? Да, у всех медали. Там пять первых. У нас, да, и сколько? Остальные все вторые. Остальные все вторые. Два-три третьих. Ну, как вообще соревнования прошли? Вы, наверное, долго не выезжали тоже в связи вот с этими событиями? Да, мы очень долго не выезжали. Вот сейчас у нас с КФО прошло. Даже чуть-чуть с трудностью прошло, потому что как бы не разрешали все это. Ну, прошли соревнования, хорошо. Сейчас готовимся на чемпионат России. Будет в Казани 24 ноября по 28 готовимся туда. Так, я хочу, конечно, пообщаться с этими ребятами. Я, насколько понимаю, у вас первые места. У обоих. Нет, у меня второе. У тебя второе место, да? Леон, ну, ты в каком классе учишься? Как давно ты занимаешься тхэквондо? Чем тебе нравится этот вид спорта? Вот расскажи немножко о себе. Учусь я в 10 классе. Уже я занимаюсь тхэквондо шестой год. Он мне нравится именно своим стилем ведения боя. Это все мне очень сильно нравится. Вот на этих соревнованиях у тебя второе место. Как для тебя эти соревнования прошли? Это самые значимые в твоей карьере соревнования? Или что-то было повыше? Было один раз, я выехал на первенство России. Это было по юношам. Сейчас, естественно, ну, я думал, что я выступлю еще лучше. Но что есть, то есть. Сейчас мы уже готовимся на первенство России. Алим, ты чуть помладше, да, в восьмом классе учишься? Я учусь в восьмом классе, в гимназии 19. Как давно тоже занимаешься? Занимаюсь я этим видом спорта с первого класса, с 7 лет. И сейчас учусь в восьмом. И до сих пор хожу на тренировки из Хака Хутовича. Как часто вы занимаетесь? Мы занимаемся через день, да. А тебе чем нравится Тхэквондо? Мне Тхэквондо нравится очень многим. Например, тем же самым видением боя, тактикой. Ну, после школы вы будете продолжать заниматься? Будем. Да, как раз. Тхэквондо. Если я уеду, то все равно буду где-то искать. Ну, хотите другую профессию выбрать, да, Ален, я так поняла? Ну, скорее всего, да. А какую? Я буду учиться на архитектора, скорее всего. Нравится? Да. А ты? Я, наверное, буду поступать в Институт нефти и газа. Ну, я вам желаю удачи. Но я думаю, что Тхэквондо вам только будет помогать. Все-таки это физическая подготовка. Исхак, а ты рассчитывал на такие результаты в этих данных соревнованиях? Ну, на них-то, да, рассчитывал. И были, которые не рассчитывал, даже с дружбой, которые были два брата от Живы. Я даже на младшего брата не рассчитывал, что он первое место займет. А старший брат третье место занял, а младший брат первое место занял. Я даже не рассчитывал, что вот так получится. Вы за эти полтора года куда-то вообще выезжали? Нет, не выезжали. Все время здесь занимались? Да, здесь. А как у тебя в количественном отношении? Те же дети занимаются или меньше стало, или больше стало? Нет, есть дети, еще больше приходят. Ну, вообще, как год прошел у тебя? Год, знаете, ну, в зале постоянно большинство не тренируемся так, знаете. А так детей много, ходят дети, нравятся им, вроде нормально. Вот сейчас на соревнованиях готовимся, на чемпионат России. Ну, думаем, человек 15, может, поедем. Такую большую делегацию? Разные возраста, начиная с 7 лет. И уже старшие, которые мне уже давно занимаются, тоже 18+. Ну, ты президент Федерации Тхэквондо ГТФ Карачаева-Черкесии. Ты можешь сказать, что вот на уровне держится прошлых лет этот вид спорта? Или лучше? Ну, его в нашей республике была она, а потом его не было. У нас в здании было химик, дворец спорта. Там же, вот там было, а потом его, как бы, ну, не было потом. Это ГТФ, а потом вот я где-то, ну, мы занимались в ИТФ, также занимались, там выступали хорошо, даже ездили на Европу, в Италию. Вот, а вот сейчас мы перешли где-то 3-4 года на ГТФ. Тут детям даже больше нравится, потому что здесь, как бы, им нравится тем, что в двух видах они могут подраться. Там и свои эти... ГТФ ты имеешь в виду? Да, ГТФ. Что вообще это означает? Ну, это, что они, как бы, мы... Это не олимпийский вид спорта. Есть ВТФ, которые олимпийские. А есть ГТФ, есть ИТФ. А вот олимпийский вид спорта у нас тоже есть. Беслан Махов тоже президент федерации там. Они тоже вроде неплохо ездят, неплохо занимаются. Вот. Ну... А почему это не олимпийский вид спорта? Ну, потому что здесь чуть-чуть пожестче, чем... Там и только ногами, руками работают по корпусу. А у вас? А у нас и руками по лицу работают и по корпусу, и ногами также по лицу и по корпусу. Ну, полный контакт, только ниже пояса нельзя бить, работать. Ты за судьбой своих выпускников, воспитанников смотришь, наблюдаешь? Да, конечно. Они продолжают заниматься? Они продолжают. Многие занимаются, многие уезжают уже с нашей республики куда-то в другой город. Или где-то не могут, например, у работы не позволяют у них устраиваться на работу. Я имею в виду спортивную карьеру, они продолжают. Кто-то достиг каких-то высот? Достиг, вот я говорю, Чумаев, Анзор, Буташев, Шамиль, они вот как бы... И Бустанов, Завор, они у меня очень... Им уже по 27, вот так. Они до сих пор ездят на соревнования, ездят и работают так же. И как-то так. Сейчас готовитесь на чемпионат России? Да. Ты сказал, повезешь больше 10 человек? Да. Так, наверное, поедем. Конец ноября? Ну да, 24 ноября. Ну, я думаю, по приезду вас оттуда мы увидимся. Желаю вам побольше медалей, желаю вам победы. И спасибо, что приехали сегодня к нам в гости. Спасибо. Спасибо. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 смотрите вместе с Ашемезом Пхешховым «Вести». Хорошего дня. До завтра на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова